Руки боятся и все же делают. Конверт с деньгами, незаконченная цепь наручников, белая дымка. Так высокохудожественно Дарья Иванова изобразила процесс получения взятки. Он не закончен. Это как предупреждение о неизбежности наказания. В правом углу значок запись. А это значит... Будут предъявлены доказательства, то, соответственно, преступника удастся засадить за решетку. И людей в обществе, которые могут совершать плохие поступки, станет намного меньше. Так Дарья выражает свой протест против коррупции. Этот необычный творческий способ ребятам предложили одинцовские полицейские. Но сначала немного теории, что означает преступное явление, его причины, формы и виды уголовной ответственности. К примеру, за взятки, вымогательство, злоупотребление полномочиями. Проводят лекции в школах округа в преддверии Всемирного дня борьбы с коррупцией. Правовое информирование молодежи об ответственности за коррупционные преступления. Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятельности полиции. Именно поэтому в рамках акции сотрудники полиции совместно с членами общественного совета при ОМВД не только рассказали ребятам о порядке действий при столкновении с фактами коррупции, но и предложили школьникам написать свое видение борьбы с коррупцией. А видение у ребят оказалось креативным и творческим, с лозунгами и запретами. На одних работах чаша весов, на которой деньги дороже человека. Другие напоминали агитплакаты, грозят буквой закона и сроком лишения свободы. Это говорит о том, что они подкованы, они действительно интересуются законом, они действительно живут в правовом государстве и хотят продолжать жить в таком же правовом государстве. И хочется верить, что когда вырастут эти ребята, безусловно, никто из них не будет ни давать взятки, ни, собственно, вымогать. Вот и десятиклассник Денис уверенно заявляет, что коррупция – это плохо и готов с ней бороться, а начал с малого. Изобразил, как один человек дает другому деньги и что они вдвоем будут виновны. Наказаны? Да. И вообще, по твоему мнению, зачем бороться нам с коррупцией? Почему они проводят такие лекции? Ну, я думаю, чтобы поднять уровень жизни в стране. Ну и просто, чтобы не было коррупции, чтобы было все честно. Честно жить своим рисунком призвала и одноклассница Дениса Виктория. На примере трех мировых держав сравнила антикоррупционные подходы и выразила отношение к преступному явлению. Сотрудник ДПС может взять взятку у какого-то человека, который нарушил правила. И, конечно же, ему проще взять взятку, так как когда оформляется штраф, деньги не все ему уйдут, какой-то процент. Но это запрещено в нашей стране. Люди думают, что можно неофициально работать, можно брать взятки. От этого падает экономика нашей страны. Работу Виктории отметили грамоты от начальника управления МВД за активное участие в учебном эксперименте. Как и многие другие рисунки ребят, выбор жюри был непрост. Ведь все работы получились яркими и осознанными. Но единогласным решением первое место все же отдали Дарье Ивановой за самое выразительное исполнение. Хочется верить, что этот урок пошел его участникам на пользу и в будущем они смогут противостоять коррупции. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.